7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту на западе, тогда еще Армянской ССР, произошло крупнейшее землетрясение 20 века. Сильные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 миллиона человек. Мощность сопоставима с взрывами 10 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. В эпицентре землетрясения город Спитак. Сила толчков достигла 10 баллов по 12-бальной шкале. В Ленинакане 9 баллов, в Кировакане 8 баллов. Трагедия унесла жизни более 25 тысяч человек. По неофициальным данным 50 тысяч. Розанне Манукян тогда было 20 лет. Она была дома, когда произошел первый толчок. Между первым и вторым толчком был промежуток около 30-40 сеньков. Я успела выбежать с дома, где еще не развалилось ничего, и добежать до дома родителей своих. Я забежала в подъезд, и мой соседний мальчик, который понимал, что это было землетрясение, он выбегал с племянником на руках, и он вышвырнул меня, можно сказать, с подъезда, чтобы я тоже осталась в жизни. И на тот момент, пока я упала с этим соседним ребенком, дом прямо на глазах развалился. Из поколения в поколение память о трагической катастрофе передается. Я узнала из нашей армянской школы об этом, и потом пришла домой и спросила у родителей. Они мне рассказали, конечно, без слез не обошлось. Папа начал рассказывать истории, как они сидели в комнате, и что-то зашевелилось люстры. Понимаете, они очень испугались этого. Мы этого, конечно, не знали, потому что мы еще не родились, мы хотим это прочувствовать. 7 декабря в годовщину трагических событий в Армении в зале кинотеатра те, кто помнит, как это было. Показ фильма «Землетрясение», основанный на реальных событиях, начали с минуты молчания. «Синема Стар» предоставил нам льготные билеты, и чем нам дало возможность пригласить больше людей на этот просмотр. Потому что мы считаем, что это фильм о большой трагедии. Помимо этого, это фильм о большой дружбе. Посмотреть фильм пришли не только члены армянской диаспоры. Тогда, 28 лет назад, помочь нуждающимся откликнулась вся страна. Так и сейчас здесь нет равнодушных. Армяне вообще не любят говорить о землетрясении, потому что мы говорим обо всем, о войне, о геноциде, но не говорим о землетрясении, потому что я думаю, что это рана слишком свежая для нас. Поэтому сегодня-то впервые, когда мы об этом говорим, когда об этом показываем. Анна Маричева, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».